Доброе утро, СтопГейм! Свежий инфакт подъехал. Ну что ж, всё-таки Valve не боятся цифры 3 в названиях своих продуктов. Не ровен час так и третья халва на горизонте появятся. Мечты. В общем, одновременно с анонсом Steam Deck, компания Гейба Ньюэла назвала и систему, на которой будет работать их портативный ПК. SteamOS 3.0. Из основных фишек ожидается новый, адаптированный под нужды пользователя Steam Deck'а интерфейс. А благодаря системе Steam Input появится возможность самому создавать собственные раскладки управления или качать созданные другими пользователями. А вследствие дополнения сюда слоя совместимости под названием Proton, на Linux'е Гейба можно будет спокойно заводить программки и игры с винды. Причём самим разработчикам ни с чем шаманить не придётся. И при этом из проверенных 19 тысяч игр стабильно работают 15 тысяч. Не идеал, но вполне себе неплохо. Вот только античиты и Proton кушат с ПК отказывается, и к релизу портативки Valve обещает починить совместимость с Battle.Eye и Easy Anti-чит. Ещё третья версия SteamOS позволит вводить агрегат в режим быстрого сна, почти как на Nintendo Switch, хотя я бы провёл аналогию ещё и со старушкой PSP. Ещё нам обещают синхронизацию самой Steam Deck с картой памяти, на которую игроки смогут устанавливать игры. Это значит, что игры будут мгновенно отображаться в библиотеке самого аппарата, как только Memory Stick окажется там, где нужно. Ну и, наконец, мистическая система бесшовного геймплея, благодаря которой, начав игру на ПК, можно будет продолжить её на портативке, ну или наоборот. Однако, ничего сверхъестественного. Очень вероятно, что Valve просто пустят в ход облако Steam Cloud, куда будут загружаться сохранения и уже откуда отгружаться на другое устройство. Казалось бы, совсем недавно Тим Суини, глава Epic Games, обвинял Valve в монополизации ПК-рынка и сдирании трёх шкур с бедных разработчиков за разрешение поместить в Steam их игры. Так вот, наш добрый Тимон внезапно решил похвалить гей-баяков в связи с анонсом Steam Deck. Дело в том, что у портативки будет открытая система, и любой желающий сможет установить на неё, помимо прочих магазинчиков, и тот же Epic Games Store, что не могло не порадовать самих эпиков. Одновременно, Суини своим заявлением сделал выпад и в сторону Apple с их закрытой iOS, о войне с которыми совсем недавно кричали ещё буквально на каждом углу киберпространства. Напомню, что весь сыр-бор начался из-за запрета выпускать приложения в обход App Store, а когда эпики решили начать собирать внутриигровые платежи в обход магазинчика Apple, яблочники взяли и потёрли Fortnite со своих владений. Кстати, несмотря на то, что в сети страсти вроде бы как утихли, суд между Epic Games и Apple продолжается до сих пор, и конца и края ему пока не видно. А страсти по Steam Deck в наших утренних новостях продолжаются? Ладно, обещаю, что это будет последнее. Волшебный мини-компьютер от Valve сумел вызвать такой ажиотаж, что сервера Steam'а рухнули, когда пользователи ломанулись делать предзаказы. Таковых насчитали около 65 тысяч человек. Сидел себе такой гей, пил чаёк с печенюшками, анонсировал по-тихому своё новенькое изобретение, а тут, б***ь, и оказалось, что Valve просто не ожидала такого наплыва заинтересовавшихся мини-пкшкой. Так что ей, то есть Valve, пришлось санкционировать некоторые ограничительные резолюции. Отныне в одни пользовательские руки может попасть не больше одного Steam Deck'а. Владельцы новорождённых аккаунтов не могут покуситься на аппарат в течение двух дней. Ну, правда, этот запрет действовал ровно до вчерашнего дня. И, наконец, за бронь придётся скидывать дополнительные 5 вечно зелёных доллара. Steam Deck начнут поставлять в Штаты, Британию и Европу в конце этого года, а вот во все прочие регионы уже в 2022-м. Ну как, готовы уже отвалить 400 баксов за приблуду святого Гейба? Крис Авеллон наконец-то ответил и вскрыл мерзкий заговор, что организовали против него некоторые неприятные личности. Но остался один вопрос, очень важный вопрос. Что там у него произошло с Bloodlines 2? Истренно Крис снова ответил. Хотя покрова тайн он с проекта так и не сдёрнул. Многие считали, что сценариста сняли с сиквела вампирского маскарада именно в связи со скандалом и по той же причине вырезали из игры все его наработки. Однако, это не так. Контракт Криса закончился ещё до того, как на Авеллона начали катить бочку, а его наработки не вырезали. На самом деле их в игру и не вводили. Крис признаётся, что сам является фанатом старой Bloodlines, и его, как фаната, сильно подкосило известие о том, что из проекта вслед за ним ушёл и Брайан Митцода, ведущий дизайнер повествования, который когда-то участвовал и в разработке первой части. Более того, прежде чем уволить Митцоду, Парадоксы использовали его в качестве рекламы новой игры, дабы завоевать доверие игроков. В общем, то, что творится в стенах HardSuit Labs и Paradox Interactive, это просто что-то уму непостижимое. Свой рассказ Авеллон заканчивает следующими словами. Не знаю, что будет дальше с Bloodlines 2, но если они не используют наработки Митцоды, то я без понятия, чего ожидать. Честно говоря, это выглядит как огромная трата времени. Это отстой для людей, которые работали над игрой. Это отстой для HardSuit. Это отстой для Paradox. И раз уж так говорит Крис, то, похоже, никакого чуда с возвращением вампиров в мир и тьмы не случится. Тройка, где же ты, когда ты нам так нужна? Давайте немного разбавим атмосферу мрака, сгустившегося над вампирами, комментарием предыдущего инфаркта. Ох, Ян, вот зря-то про истории серии напомнил. Все ведь почти забыли про финалку. Теперь Дауру точно покоя не дадут. И, кстати, Даур, когда там новый выпуск-то? Я дико извиняюсь за мой французский, но... Solidaires Informatique. Французский профсоюз, целый год занимавшийся продвижением в суд коллективного иска против Ubisoft, похоже, одержал маленькую победу. Суда они таки добились. В число ответчиков затесались бывший вице-президент надзора за разработкой Томми Франсуа, бывший главный творческий руководитель Серж Аскоя и его ассистент, Сесиль Корне, бывший глобальный руководитель отдела кадров, и, конечно, сам Ив Геймо, куда уж без него, непосредственный глава Ubisoft. Правда, его самого в домогательствах не обвиняют, однако он несёт ответственность за всё, что происходит в его компании, так что и этого сударя привлекли. Ubisoft главным образом обвиняют в том, что компания не принимает мер против нарушителей сексуального спокойствия, а наоборот, она всячески потакает и мы, как может, прикрывает. С учётом того, что профсоюз разрешает присоединяться к иску даже тем, кто в самом профсоюзе не состоит, а все судебные расходы Solidaires Informatik возьмёт на себя, ситуация складывается, мягко говоря, неблагоприятная, и юбики это понимают, а потому воздерживаются от каких-либо комментариев. Я, конечно, не в восторге от того, во что превратились ассасины, от того, что канули в небытие принц Персии и трёхглазый, но хочется верить, что ребята справятся и почистят себе карму, вернув нам и трёхглазого, и принца. Встречаются такие люди, которые готовы до последнего отстаивать свою точку зрения даже в самом глупом и бесполезном споре. Недавно одним из таких упертых спорщиков себя показал танкист под ником Piraforic. Он начал обвинять разработчиков War Thunder в недостаточно реалистичной детализации модели танка Challenger 2. Паренёк утверждал, что сам командует таким танком в реальной жизни, то есть числится в составе действующей армии Великобритании. Однако всерьёз Piraforic не восприняли, и тогда он взял, да и выложил фотографии из засекреченных военных документов. Позднее сотрудники Гайдзин получили подтверждение от Минобороны Великобритании, что документы действительно не подлежат публичному разглашению, но Piraforic повезло, сажать на 14 лет, как того требовал закон, его не стали, по крайней мере пока. А вместо этого сделали ему строгий выговор. Ежели он продолжит публиковать секретные данные, то уже никто не защитит его от руки Great British'ового правосудия. В игре дорабатывать танк никто не собирается, потому как надёжного и законного источника у Гайдзин нет. Ну а самого танкиста могут посудить почти на полтора десятка лет, если кто-то всё-таки заведёт на него дело. Ох уж эти танкисты. Я бы и рад поведать вам ещё больше новостей, но их за минувшие выходные накопилось столько, что всех в один выпуск Инфакта и не уместить, так что заглядывайте к нам на сайт. Также рекомендую вам ознакомиться со свежими материалами в разделе статей, и если вы пропустили новый выпуск разбора полётов, немедленно ликвидируйте пробел. Как-никак парни вернулись в замок Вольфенштейн. И про видосик о самых кринжевых играх не забудьте. Всем бодрого дня и до встречи на StopGameru!